Впервые я увидел самокат в 2002 году. Отец привез мне его из Германии в качестве подарка. Тогда еще не было специализированных моделей для того, чтобы заниматься экстримом. Это были обычные складные самокаты. Ну и мы просто всячески их усовершенствовали. Сиделся в гаражах и создавая основы для нынешней самокат-индустрии. Первое время мы катались просто у себя во дворе. Мы даже не знали, что можно делать какие-либо трюки. Поэтому первый год-два я просто запрыгивал на бордюр. Ездил за хлебом в школу, что угодно. Потом ко мне присоединились друзья, которые занимались другими видами экстрима. Ролики, BMX, горный велосипед. И вот особенно байкерская тусовка, BMX и горный велик. Вот эти ребята, они меня как-то вдохновили. Начать перенимать их трюки. И, собственно, первое время я вот исключительно копировал это от BMX и горного велосипеда. А уже потом, когда подумал, что ну блин, у этой штуки есть потенциал. Наверняка кто-то еще должен этим заниматься. Уже потом, я вот в 2004-м залез в интернет и начал искать. Сначала по России, кто этим занимается, не нашел. А потом уже залез там на европейские форумы, американские и так далее. Первое время в Перми было непросто развиваться в этом спорте. Потому что, да, начало 2000-х скейтпарки. Еще у нас строительство скейтпарков было в зачаточном состоянии, я бы сказал. Были, конечно, и какие-то фигуры, на которых я выучил всю базу, всю основу. Но по сравнению с тем, что сейчас, это, конечно, да, это было тяжело. Мы должны были сделать этот шаг ради того, чтобы нынешнее поколение, они вот могли развиваться быстрее, эффективнее и достигать больших высот в этом спорте. Я бы сказал, что из детской игрушки он превратился в полноценный спортивный снаряд. Нас постоянно зовут на какие-то показательные выступления, шоу и так далее. Этот спорт безумно популярен среди детей. 10-13 лет в скейтпарке, мне кажется, большинство ребят, это именно ребят на самокатах. И изначально я был единственный у себя в стране в 2002-2004 году. И первое время я просто общался с иностранцами, учил язык и перенимал их опыт. То есть, был проделан огромный путь. Да, если говорить про опыт, который подарил мне самокат, это даже не знаю, с чего начать. Ну, во-первых, да, я работаю в этой индустрии, в этой сфере, как организатор, судья, ведущий и как до сих пор активный райдер, так или иначе. Самокат подарил мне огромное количество международных связей, контактов, знакомств. Вот мы привезли уже второй раз. К нам приезжает мой мексиканский друг Чема Карденос. Он приезжал в 2017 году, ему очень здесь понравилось. Он приезжал со своими американскими друзьями и в свое время сказал, что обязательно хочет вернуться. И вот даже несмотря ни на что, получилось его снова привезти. И мне кажется, это замечательно. Это то, ради чего мы работаем, то, что делает мир ближе, дружелюбней. И мне кажется, в целом миролюбивей и приветливей. Я думаю, у каждого времени есть какой-то свой, извините, вайб, своя какая-то романтика. Потому что да, вот то время, когда я связывался с иностранцами, когда мы по интернету, через интернет загружали ролики, играли в Game of Scud, в этом что-то было. Что-то было такое интересное, как будто бы мы стояли в начале чего-то действительно великого, классного. И хотелось прям выкладываться на полную, чтобы вот этот вот этап роста спорта, он прошел максимально быстро, эффективно. И мы пришли вот к полноценным деталям уже, к трюковым самокатам, ну, где-то к 2009-2010 году. Вот. Если говорить про сами самокаты, то да, это, пожалуй, то, ради чего я не хотел бы возвращаться в нулевые. Потому что да, они ломались очень часто, чинить их приходилось постоянно. Но это, так или иначе, тоже опыт, который помог нам, ну, поставить индустрию на ноги, грубо говоря. То есть, сделать именно такие модели, которые сейчас, да, не ломаются, которые могут использовать взрослые, дети, представители разных дисциплин, стрит-парк. То есть, да, это тоже несколько было таких путей развития, разветвления. Я выбрал такое более стритовое направление. Вот. Но также стараюсь все равно подтягивать и все другие дисциплины. Да, я часто думал над этим вопросом. Там иногда, да, лежу и засыпаю. Думаю, вот что в моей деятельности именно такое хорошее, полезное для общества. Потому что, ну, все равно, так или иначе, есть там у народа такой стереотип, что вот мы какие-то там оборванцы гоняем там бордюры, коцаем и так далее. Но, тем не менее, я думаю, что это не такая большая цена по сравнению с тем, что мы привносим в общество. Потому что, особенно в нынешнее время, особенно молодежь, если говорить про их там привычки, поведенческие, их досуг, то поколение Z, несмотря на то, что мы живем в эпоху вообще суперразвитых коммуникаций, оно самое, согласно исследованиям, самое одинокое, там, очень депрессивное. И это в том числе связано с недостатком физической активности, с недостатком реального взаимодействия в реальной жизни с реальными людьми. Потому что, да, все, потому что все вот эти цифровые технологии, мобильные телефоны и так далее, это все, конечно, здорово, это нас объединяет. Без этого я бы не связался со своими иностранными друзьями, но когда вот технология шагает слишком далеко, то, да, случается такое, что у детей из-за этого страдает концентрация внимания, страдает вообще вся эта дофаминовая система, там, если копать глубже, там очень много всего можно найти. А так, это активность, в которой она, с одной стороны, очень индивидуалистическая, индивидуальная, то есть можно проявлять себя вообще как угодно, а с другой стороны, ты постоянно со своими корешами, со своими друзьями на коннекте. Если надо снимать видео, надо обязательно с кем-то договариваться. Если приезжаешь в другой город, ищешь споты, надо обязательно с кем-то связываться. И здесь собрались представители разных городов, разных стран. По-моему, это очень красочно демонстрирует то, что экстрим нужен обществу, экстрим объединяет, и так или иначе это очень актуально для молодежи, и, к счастью для нас, очень интересно им, и вот мы стараемся идти друг к другу навстречу. Я считаю, что подобное объединение, оно просто вытолкнет развитие культуры и спорта на новый уровень, потому что, ну, видно, как молодежь интересуется не только классическими видами спорта, видно, что есть те или иные нюансы в них, которые там не всем подходят, не все любят командные игры, не все любят именно упражнения там на скорость, на выносливость, на износ. Вот, то есть я думаю, что в экстриме каждый может найти свое, каждый двигается со своей скоростью, и, в принципе, у общества, у молодежи есть вот потребность так или иначе к этому прийти. Субтитры сделал DimaTorzok